МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, надобный труд, когда наниматель берет работника и разрешает ему работать на дому, на оборудовании или своем, или нанимателем. Соответственно, безопасные условия труда, оговоренные обязанности как нанимателя, так и работника. Естественно, они работники, застрахованные от несчастных случаев тоже на производстве. В обязательном порядке нанимателем. Ранее этого не было. Ну, раньше вообще это понятие, так сказать, было очень размыто. А домашний работник, когда гражданин, любой, вы или я, к примеру, через договор вступает в трудовые отношения с работником, который, ну, к примеру, будет работать няней. И тоже он будет платить обязательное страхование этого работника, тоже будет нести ответственность определенную, и сам этот работник, эта няня, должна тоже выполнять требования охраны труда. Ну, и если, не дай бог, несчастный случай произойдет, все эти работники будут защищены обязательным страхованием и имеют право через своего представителя участвовать в расследовании. То есть тема эта, в общем-то, уже прописана. Следующий ряд, конечно, изменений и дополнений приняты. Это, что касается обязательного оплаты всех медосмотров нанимателем. Раньше часто, что это вопрос убили, да. Жаловались люди на то, что не всегда компенсировали. А сейчас работник, если будет устраиваться на работу, даже если он из своих средств заплатит за медосмотр, при приеме на работу, представит соответствующие документы, наниматель компенсирует. Момент, конечно, есть в том, что если, а вдруг его не возьмут на работу, если медики запретят ему работать по этой специальности, конечно, наниматель не будет компенсировать. Это понятно. Вот. Что касается чисто вот нас, профсоюзов, интересная вот 42-я статья посвящена общественному контролю. Естественно, там прописаны вопросы контроля профсоюзами, осуществления контрольных проверок, мониторингов. Но есть момент, когда в старой редакции, если профсоюз отсутствует, то общественный контроль может осуществлять уполномоченное по охране труда работников. То это в новой редакции закона нет. Ну, теперь, в общем-то, естественно, это своего рода и мотивация профсоюзного членства. То есть, если есть профсоюз, есть орган от лица работников, который будет осуществлять общественный контроль и, естественно, будет защищать права этого работника. Это вот новое. Что касается дальнейшем, конечно, порядка около 50 поднормативных актов до июня месяца будет скорректированы. Что-то будет отменено, что-то откорректировано в соответствии с законом об охране труда. Вообще, как понимаю, предстоит серьезная разъяснительная работа. Новый закон об охране труда. Новый трудовой кодекс. Готовы ли к этому вы и ваши коллеги? Конечно. Сегодня, в принципе, мы будем проводить ряд всевозможных семинаров. И Государственная инспекция труда будет участвовать, и наши коллеги, и мы, в общем-то. И будет разъяснение на всех уровнях применительно этого закона и всех, которые будут приняты в соответствии с поручением новых нормативных правовых актов. Охрана труда – тема не новая, но по-прежнему важная и актуальная. И статистика этому подтверждения. Около 20 жизней в год уносит производственный травматизм в среднем в регионе. Около сотни людей получают тяжелые травмы на рабочем месте. Какие болевые точки вы бы выделили, актуальные для некоторых предприятий Гомельщина? Ну, если посмотреть, опять же, анализ травматизма, который произошел в прошлом году, мы видим, что продолжает нарушение требований охраны труда, инструкции по охране труда самими работниками. Второй момент – то, что не все должностные лица, особенно среднее звено, которое непосредственно обеспечивает безопасные условия труда на рабочем месте, выполняет свои обязанности. Охромает система контроля. Сегодня мы на ряде предприятий видим даже, ну, немного, в городе Гомеле на районе больше бывает, это когда вообще наниматель забывает о контроле должностными лицами. Ну, естественно, еще один момент, опять же, говоря о профсоюзах, то, что сегодня наниматель должен обеспечить свою инструкцию по контролю, в которой он сам же прописал, что в ней, в контроле участвуют общественные инспекторы. Со своей стороны мы избрали общественных инспекторов. На каждом предприятии. На каждом предприятии практически около каждого мастера есть общественный инспектор. Это своего рода помощник его. Отвернулся мастер, свои дела делает где-то, чего-то, а общественный инспектор, он рядом с людьми. Его основная задача – самому не нарушать и останавливать коллегу. Вот этот момент, на котором мы сейчас будем работать. Ну, и еще момент, какой сегодня, в общем-то, есть необходимость все-таки, чтобы сам руководитель, каждый понял, что охрана труда – это основное, не только производственный план. Мы встречаем случаи, когда виновное лицо бывает даже, если руководитель не обеспечил условия, не организовал сам руководитель. Правда, это не в Гомеле, а вот на несчастных случаях в других регионах. Это основное. И ответственность руководителя, и все-таки внимательное отношение личное к безопасности своей и коллег. Люди должны помнить, что никто за них не будет делать то, что они должны делать. То есть человек должен сам себя беречь. Действительно, повод для того, чтобы задуматься для каждого из нас. Спасибо за это интервью и успехов в делах. Спасибо. Спасибо.